В Госдуме предложили отказаться от договоренностей президентов Виктора Януковича и Владимира Путина и прекратить финансирование Киева, а также сделать персонами нон-грата лидеров Евромайдана. Инициативу обсудим с лидером ЛДПР Владимир Жириновский с нами на прямой связи. Владимир Вольфович, здравствуйте. Ну и первый вопрос все-таки. Добрый вечер. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали это решение. Действительно, вот надо возвращать эти деньги, не давать дальнейшие. В любом случае не надо переводить очередные платежи. Мы всего один миллиард перевели. Сейчас наши власти хотят еще два перевести. Зачем? Украина банкрот. Страны нет, государства нет, режима нет. Махновщина, так сказать. Разложение всех структур. Вы были в центре Киева? Там же такое зловоние. Всего этот туалет превратили. Все отходы продуктов. Мусорная яма. То есть, эти... Какое-то там, не знаю, как распивочное. Вот. И идет мятеж по всей стране. Ни один орган власти не функционирует. Армия в казармах. Полиция не имеет приказа. Патроны не раздали. Никакого руководства нет ни официального, ни тех оппозиционных сил, которые пытаются что-то из себя представлять. Действуют партизанские какие-то отряды. Идет захват государственных учреждений. Поджигают машины. Грабят магазины. Убивают людей. Насилуют. Это же издевательство. Ставят на коллеги. Дело-то чем закончится, Владимир Вольфович? Страна... Дело должно закончиться только одним. Чтобы Янукович по закрытой связи обратился к руководству нашей страны. Ввести на территорию Украины наши войска. Псковскую дивизию ВДВ. И тогда наведем порядок. Так они ничего не смогут сделать. Кровь, насилие будут продолжаться. Так было всегда. Ну а как же сам Янукович решение может принять, что вот какое-то взять на себя обязательства, которые были даны раньше? Но он ничего не может. Он ничего не умеет. У него нету ни духа, ни силы, ни решимости. Ничего нету. Как у лидеров Майдана. Шумят, пуля в лоб, а сам Яценюк уже дрожит весь. В любой момент кто-то из них может быть убит. Действуют снайперы иностранные. А бывший министр обороны Гриценко говорит, что это снайперы со стороны правительственных войск. Ну зачем он чушь несет? У войск нет патронов, и они ничего этого не делают. Это иностранные снайперы. Они также были в России в 93-м году, в 91-м, в Тбилиси во время оранжевой революции. Поэтому это все. Но уж раз вы лидеров оппозиции Украины затронули, вы также, так понимаю, предлагаете запретить им въезд на территорию России. А надо ли им ехать-то к нам? Имеется в виду ограничения по въезду. Пожалуйста. Ведь они вводят в некоторых странах мира ограничения для наших граждан. Их нужно взять под домашний арест. И Яценюк, и Тегнебок, и, значит, Кличко. А всех участников правого сектора арестовать немедленно, провести военно-полевые трибуналы, осудить их на 20-30 лет тюремного заключения. Тюрем таким методом-то не хватит. Украине нужен пиночек. А? Медов не хватит. Все, хватит у них. Появится свой пиночек. Они этого Януковича тоже уберут. Он ни на что не способен. Там есть боевые офицеры и генералы. И в нужный момент они выступят. У Майдана, на ваш взгляд, еще жертвы будут? То вот погибло по офицерам два человека. Конечно, мы не хотим. Но они посчитать не могут жертвы. Одни говорят 5, 7, 3, 2. Конечно, будут. Потому что неразбериха. И очень много оружия у тех, кто находится на Майдане. В основном правый сектор. Они обученные. Это боевики. Это украинский талибан. Это славянская аль-Каида. Они также действовали в Сербии. И вот теперь они мутят воду на Украине. До этого они помогали в Грузии прийти к власти Саакашвили. Поэтому Янукович должен понять. Или он с позором бежит из страны. Или наводит порядок. Или власть передает украинским генералам. МВД, СБУ, Службой безопасности Украины. Или обращается за помощью, как в свое время президент Афганистана обратился к Брежневу. У него есть шанс обратиться в Москву. И нужные силы будут, так сказать, предложены. И за 70-е годы... Владимир Игоревич, ну это же плохо закончилось. Мы же знаем. И смысл тогда вводить войска. Это плохо может закончиться. А еще хуже гибель гражданских людей. Почему люди должны гибнуть? Должна быть защита. Пиночет навел порядок в Чили. И там все хорошо до сих пор. Поэтому нет проблем. Пусть сам Янукович делает, но он же ничего не делает. Пусть делают что-то украинские генералы, офицеры. Тоже ничего не делают. Вы же у меня спрашиваете, что надо делать. Вот я вам говорю, надо вводить войска. Своя армия есть на Украине, своя полиция, СБУ. Если Янукович в них не уверен, и что часть из них может перейти на сторону народа, и начнется настоящая гражданская война, надо обратиться за помощью к Москве. Это мой совет, это мое мнение, позиция. А так пусть идет, как сейчас идет. Пока анархия, пока начнется, может начаться эпидемия. И будут жертвы, которых не должно быть. Ну, все-таки посмотрим, чем дело закончится. Большое спасибо, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вот вам хочется, вам интересно. Спасибо большое, Владимир Ольфович. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, был с нами на прямой связи. Говорили мы о инициативе Госдумы прекратить финансовую помощь Киеву, о которой договорились Владимир Путин и Виктор Янукович. Ну и объявить лидеров Евромайдана персонами нон-грата в России. Спасибо. Спасибо.